Добрый день дорогие друзья, с вами снова Шевченко Тарас. Вчера во время моего прямого эфира в чате мне задали вопрос, мои зрители слышали ли я о том, что Двуликова и Магнета будут в ближайшем будущем, возможно пригласят чернокожих актеров играть этих персонажей. Я сказал, что нет, я не знаю, но я заинтересовался и решил разобраться о чем тут идет речь. И вообще в основном будем говорить в этом видео про Магнета. Если нагуглить Магнета чернокожий и так далее, то всплывает куча статей в американской прессе буквально за прошедшие 5-6 лет, что очень активно обсуждался этот вопрос. Очень много статей вот таких вот в поиске, что именно пришло время Магнета стать чернокожим. Не знаю почему оно пришло, вдруг ни с того ни с сего, что пора уже чернокожему актеру сыграть Магнета. И это еще было в те времена, когда Фассбендер его играл, и когда не было совершенно никаких предпосылок для того, чтобы заменить актера. И теперь же, когда Дисней купил Фокс, и Дисней и Файги, Марвел открыто сказали прямым текстом, что мы никого из существующих актеров, которые эти роли играют, мы их не оставим, мы сделаем рекастинг, будут другие актеры играть этих персонажей. Да, тут начались такие вот всякие разговоры. Теперь уже, в принципе, да, можно говорить, потому что мы знаем, что не будет Фассбендер больше играть Магнета. Ну, в общем, я решил узнать, откуда вот этот вот, все это вылезло на свет божий. И я посмотрел. В общем, секундочку. Есть Джереми Конрад, такой вот человек, у него собственный веб-сайт, он основатель веб-сайта, ну, достаточно большая у него история работы с вот такими вот развлекательными медиа, и он достаточно много говорил вещей. Например, он сказал, что Таскмастер будет злодеем главным в Черной Вдове, ну, и так далее. Он многие вещи говорил, у него есть связи, люди ему говорят, и когда он может, он, в принципе, какие-то вещи тоже говорит. И вот он здесь вот в Твиттере такой сделал твит. Фактически он продвигает свою статью, рекламирует на своем веб-сайте MCU Cosmic, где говорится, что вот слух Жан-Карло Эспозита предлагают очень крупную роль в Марвел. То есть он, Марвел рассматривает ее на какую-то крупную роль. Жан-Карло Эспозита, мы с ним отлично познакомились в таком хорошем сериале, как Во все тяжкие. Он сыграл там великолепного злодея, и поэтому совершенно ясно, что да, у него злодейская роль выйдет отлично. Но в этом своем Джереми Конрад, это 4 августа, то есть это сегодня 9, 5 дней назад эта статья вышла, он написал, что это только слух, и что он говорит, что по его мнению, ему кажется, что он будет играть некого покровителя, бенефактор. И потому что прошел слух, что вот ищут актера на роль вот этого вот покровителя, и описание роли выглядело как описание Нормана Осборна. Мужчина, 40-60 лет, злодей там, что он таинственный и злодейский покровитель, написано. Но единственное, что в этом описании роли было написано, что желательно белый. А Жан-Карло, ну вряд ли можно назвать его белым. Но опять же, желательно, не обязательно там было написано. То есть он склоняется, Джереми Конрад склоняется к тому, что на вариант именно Нормана Осборна его могли бы пригласить в Marvel, я имею ввиду Жан-Карло Эспозита. И тут буквально через несколько дней некий Зак Стейнс, то есть на следующий день в ответ на вот этот вот твиттер Карла Джереми Конрада написал, что Эспозита великолепный актер, который может сыграть почти любую роль. Но если бы вы хотели представить себе по-новому Магнета, как члена племени Туцци, пережившего геноцид в Руанде 1994 года, он был бы великолепен в этой роли. Вот в таком плане. То есть Зак Стейнс – это человек, это сценарист, который работал над фильмом «Люди Икс. Первый класс». Он никакого отношения к Марвелу не имеет. Сейчас он не работает с «Людьми Икс». То есть это просто посторонний на данный момент совершенно человек, который никакого отношения не имеет к Марвелу. Просто он сказал, что вот в какой роли бы он видел, хотел бы видеть, например, Жан-Карло Эспозита. И все. Из-за этого куча стала криков, что чернокожего актера на роль Магнета Марвел рассматривает. Ну то есть это буря в стакане воды, это не имеет никакого под собой основания эта теория на данный момент. Что, конечно, не означает, что они не могут его, я имею в виду не Жан-Карло Эспозита, а именно Магнета, что они не могут ему какой-то другой, что они не могут там, например, нанять чернокожего актера играть. Если будет такая вот волна создаться в средствах массовой информации американских, что вот самое время, что кому интересен этот вот Освенцим или что там, концлагеря немцы, геноцид евреев и так далее. Кому это интересно? Вот был геноцид Туцци недавно, мы можем сделать вот такого вот. То есть сделать то же самое, только это будет не немецкий концентрационный лагерь, а африканский концентрационный лагерь. И то же самое сделать только, чтобы ввести именно чернокожего актера. В общем, вот такая вот история, именно то, что касается чернокожего Магнета. Теперь второй вопрос. Также говорили, что двуликий чернокожий актер может его играть. И говорили, что якобы Джон Дэвид Вашингтон рассматривается на эту роль. Это сын Дензела Вашингтона, он был футболистом. Потом играл в каких-то, ну, не в самых лучших командах. Он был игроком. То есть, я так понимаю, что в профессиональном уровне, но в каких-то третисортных командах он играл. Но, с другой стороны, он сын такого хорошего, известного актера, как Дензел Вашингтон. Снимался с детства. Играл в этом фильме «Майкель Икс», где его отец снимался. Он играл в 8-летнем возрасте там. И вот сейчас он снимается у Нолана в фильме «Тенет». Я не знаю, как его по-русски переведут и как он будет по-русски называться. Который выйдет через год, в 2020 году, в июле. Вот так вот. Ну, его якобы приглашают на эту роль. Я не знаю. Дело в том, что в самом... Ну, в общем, в Бэтмене 89-го года эту роль играл Билли Ди Вильямс, который также играл Ланда Калризиана в «Звездных войнах». в 5-м и 6-м эпизоде «Империя» наносит ответный удар и в «Возвращение джедая» он играл там Ланда Калризиана. А в Бэтмене он играл прокурора городского еще до того, как его персонаж именно стал двуликим. До того, как он был обезображен. Это была небольшая роль. Ее собирались потом продолжить во второй части, но там по какой-то причине его выбросили оттуда из этого сюжета. И потом уже в «Бэтмен навсегда» сыграл эту роль Томми Ли Джонс. То есть, уже белый был персонаж. И потом уже в «Темном рыцаре» его тоже опять играл белый актер. Он опять стал белым. И теперь собираются сделать черным. Ну, такое. Я, честно, не знаю, как было в комиксах. И мне особо... Я не вижу особой разницы, какой... То есть, то, что он белый или то, что он черный, абсолютно не является основополагающим для этого персонажа. То есть, ну, не знаю. Возьмут Джона Дэвида Вашингтона или же кто-то другой будет играть. И вообще будет этот персонаж в «Бэтмене» Мэтта Риза. Я абсолютно не имею никакого понятия. Ну, в общем, вот такая... Такое видео, в принципе. Да, еще меня попросили... Вот я тут... Крестик, я не знаю, видно их или нет. Может, и не видно. Уже они так затерты. Попросили фильм «Защитники» снять, не снять, а посмотреть. Я его не посмотрел. И второй крестик это посмотреть обзор фильма «Хоббс и шоу» на канале «Кинокритика». Я его посмотрел и, в принципе, парень этот, который... Как там его зовут? Я не знаю. Который делал этот обзор. Да, он совершенно справедливый. Все замечания к этому фильму. Единственное, единственное, какое у меня мысль создалось. Это немного попахивает, когда ты приходишь в Чебуречную и удивляешься, почему там не подают блюда из высокой французской кухни. Понимаете? Потому что совершенно было ясно, что это за фильм и совершенно ясно было, что это Чебуречная, что это франшиза такая, что там я просто посмотрел седьмой форсаж, там еще хуже. Это свое... Когда ты идешь на фильмы из этой франшизы или на их спин-оффы, свое как бы недоверие к тому, что происходит на экране, надо оставлять не то, что там за дверями кинотеатра, их надо в посылку и временно в другой город отправлять свое недоверие к происходящему, потому что это такая франшиза. И люди, которые идут туда, они знают, куда они идут по большому счету. Если кто-то хотел увидеть что-то там эдакое, внятный и вменяемый сюжет или... Ну, в общем, есть такое понятие, как выражение в английском языке чизи. Чизи – это такой вот фуфлыжный. Это туфта. Что-то такое, что вроде выглядит как нормальная вещь, но она там порвется. И часто говорят, когда вот сюжет такой, знаете, очень с большими-большими натяжками. Тоже говорят чизи, используют слово. Вот это вот именно очень чизи кино. Очень фуфлыжное кино. И это видно было в трейлерах, когда он там момент схватил чувака, ну, то есть машина едет на огромной скорости, он, скала Джонсон хватает чувака рукой, снимает его с мотоцикла и на полном ходу кидает его, значит, в стену. У него, он остался бы сразу же без руки. Это, ну, это абсолютно понятно. Или когда он вертолет держит цепью, там, удерживает вертолет, да, это абсолютно ерунда. И это было видно из трейлеров. Если люди туда пошли, видя такие трейлеры, они знали, куда они идут. Ну, в общем, это все, что я хотел сказать. Такое вот видео решил быстренько сделать и сказать, что слух насчет того, что Магнета будет играть чернокожий актер, он из ниоткуда в никуда появился. Вот этот вот слух ниоткуда, никуда. Спасибо за внимание. До свидания. Я сейчас работаю над сценарием скетча по поводу сценария над сценарием скетча над сценарием по поводу сценария фильма Хоббс и Шоу. Такой будет шуточный разбор этого фильма. И я надеюсь, что, может быть, завтра я его выпущу. Ну, а пока спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Всего самого-самого лучшего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok